Может там в кабинете висеть портрет Николая Второго и стоять бюстик Дзержинского. Для них это вот в порядке вещей. Русская идея, русский мир и так далее. Это все то же самое, это абсолютно та же самая структура. То есть ВЧК, ОГПУ, КГБ, ФСБ это все одна структура. Мало того, они сами себя называют чекистами. Что бы они ни делали, как бы тебя ни пытали, ни унижали, в твою голову они не залезут. То есть твои убеждения они не смогут отнять. А то они спецслужбы, а не рядовые солдаты. Значит, слава России, будет новый мир, где правит диктатор, народный кумир. Вот, лось, пожалуйста. Программа выполнена. Да. Пытка это преступление более страшное, чем убийство, что оно наступает на саму свободу воли человека. Человек должен понимать вообще, ради чего он живет, какие у него цели в жизни. Россия как страшный сон. Привет, друзья! Негально связен. Сегодня с нами Иван Асташин, бывший политзаключенный, который отсидел почти 10 лет в российской тюрьме. Мы поговорим с ним про тюрьму, пытки, терроризм и все, что с этим связано. Оставайтесь с нами. Здорово, Иван! Привет тебе! Привет! Скажи мне, как у вас там сейчас в России? Не холодно? Потому что у нас минус 20 здесь на месте. У нас тоже вот всю Москву снегом занесло. Замело прямо. Скажи мне, когда ты в тюрьме сидел переживать зимы, холода? Не тяжело, не напряжно? Не то, что запоминается? На самом деле, вот первое, одно из первых, чем я столкнулся в Сибири, да, это как раз вот холода. Холода, ветра, при том, что когда я первый раз приехал в Красноярск в 2012 году, администрация заключенных обеспечивала минимум одежды, то есть там не какого-то там нательного белья, при том гражданские вещи все забирали. То есть вот выдали тебе просто робу и тоненькую фуфаечку. И я помню, в ноябре там минус 20, это жуткий ветер, это уже холодно. К зиме меня в СИЗО увезли. Я не знаю, как там заключенные зимой себя чувствуют в такой одежде. Я помню, как ты вышел на прогулку в минус 40 в Красноярске, просто... Минус 40? Да. Просто, ну, дышать было, тяжело воздух вдыхать настолько, он был как бы ледяной. Ну, а потом, через какое-то время я оказался вообще в Норильске, где как бы холода еще сильнее. Но там климат не такой влажный. И, ну, со временем привык, вот, то есть там уже как-то попроще это воспринималось. Ну, плюс там все-таки действительно крайний север. То есть там и валенки там выдают, и там ватные штаны там, и осужденные там сами себе там шьют, там попайки потепляют. Но все равно, конечно, порой даже вот от барака до столовой дойти, это целое испытание. Целое испытание. Слушай, ну вот, ты про Сибирь упомянул. Мои зрители, свои мастери знают, конечно же, кто ты, и за что тебя посадили на вот эти 10 лет. Но для тех, кто случайно сюда забрел на наш, сейчас, на нашу запись, и... Может, вам будет интересно, как ты попал в Сибирь, почему вообще тебя посадили, почему ты оказался в такой ситуации? Меня посадили за поджог отделов ФСБ. То есть это была акция протеста, в ходе которой я и еще 4 человека разбили окна в отделе ФСБ ночью, туда там, предположительно, никого не было, закинули, туда несколько бутылок зажигательной смесью. Это было снято на видео, ролик выложен в YouTube. Кстати, он, по-моему, до сих пор в YouTube есть. Как говорится, интернет помнит. Да, да, да. Вот. Потом нас арестовали через какое-то время. Вначале дело было квалифицировано как площадь имущества, потом хулиганство. Ну, то есть такие не очень тяжелые статьи. И, в принципе, когда мы в СИЗО сидели первоначально, мы понимали, что там, может быть, года 2-3 дадут. Но все-таки мы недооценили ФСБ. Через год нам обменения переквалифицировали на терроризм. И сроки посыпались уже нешуточные. То есть мне изначально 13 лет дали, потом снизили до 9 лет, 9 месяцев. Да, и потом, как террористов, да, в России такая практика существует. Нас отправили в самые дальние лагеря. То есть там Сибирь, Дальний Восток. То есть вот мои там сообвиняемые сидели в Алтайском крае. Это вот тоже Сибирь на границе с Казахстаном. В Бурятии, в Томске. Вот. Ну, в общем, и там, в таких лагерях, там достаточно тех людей, кто был осужден по каким-то таким статьям, скажем так, которые на контроле стоят. То есть это там и терроризм, и организованные преступные сообщества, там, боематизм, там, какие-то есть. Скажи, лагеря в России, в Сибири лагеря. Это вот как либералы пугают это все тот же ГУЛАГ или что-то иное? На самом деле лагеря, как и тюрьмы, СИЗО, в России могут различаться как небо и земля. Это вот скорее напоминает новое средневековье, описанное Сорокином в теории. То есть каждый регион, это управление всем, как свое такое небольшое царство. Ну и даже в отдельном регионе разные лагеря могут отличаться между собой. То есть есть такие лагеря, там, где действительно только вот охраняют, а так там заключенные делают, что хотят. То есть там и телефоны у них есть, и наркотики и так далее. И администрация ничего их не заставляет делать. Ну, естественно, это все держится, в том числе и на коррупции. А есть такие лагеря, которые действительно мало чем отличаются от ГУЛАГа. То есть и пытки практикуются, и заключенные работают там за бесплатные или за какие-то копейки. И нет никаких условий заключенных заставляют там осуществлять там кучу всяких там бессмысленных действий. То есть там это там подъем, отбой, там зарядка, заправка, все по образцу. Все должны быть одинаковые, вот там маршировать в некоторых лагерях заставляют. Да, это такое есть, такими местами. Но при этом, ты говоришь, что вас осудили тогда на 13 лет, но вину вы не признали. Мы признавали, что мы совершили эту акцию, но мы не были согласны с квалификацией террории. При этом, я помню, у себя ты пишешь в текстах и в интервью, что главный террорист в России – это ФСБ, так как он насадит невиновных, то есть гражданских. Да, да. То есть даже по той формулировке, которая есть в уголовном кодексе, она начинается примерно так, что это взрыв, поджог или иные действия, устрашающие население. И вот именно я, когда читал это в очередной раз, я думаю, блин, кто устрашает население? Мы или вот эта вот организация ФСБ? Вот, поэтому я считаю, да, что в таком случае уж не мы тогда террористы, а они… Ну, почему, по-твоему, в России невиновные люди попадают в тренинг? Всему виновата та система, которая существует, которая сложилась. То есть эта система направлена не на благо людей, а на собственное существование. И то есть тут с одной стороны и отчетность, да, то есть должна быть определенная там раскрываемость, чем больше там преступлений раскрыто, тем лучше. Помимо этого, то, что существует множество вот этих антитеррористических, антиэкстремистских отделов, и им надо над чем-то работать. И то есть почему там в регионах во многих тоже возникают дела на однородном месте о терроризме, как, например, сейчас вот в Каннске, как раз Красноярского края, 14-летних школьников закрыли в СИЗО и ищут им от создания антитеррористической организации. Потому что в Красноярске тоже есть отдел по борьбе с терроризмом. Там, как я думаю, там нет никаких там реальных террористов, и не пахнет даже им, поэтому им приходится вот какие-то дела фабриковать, чтобы было чем отчитаться. Соответственно, потом кто-то получит там премии, там новые звездочки, погоны и так далее. Я помню, в одном из своих текстов ты писал про невиновных людей, которые попадают в тюрьму в России, там ты список людей этих предоставил, и первыми там шли Синцов и Кольченко, которые тогда сидели еще в то время в российских застенках, сегодня они на свободе уже, слава богу. То есть в России попадают не только сами россияне невиновные, но вот мы видим, да, оккупация Крыма, и граждане Украины попали ни за что. То есть я так понимаю, что террористическая деятельность ФСБ, она выходит за границы России, получается. Ну, исходя даже из твоих текстов. Да, несомненно, то есть нам известны факты и похищения людей вот за границами уже России, и привоза их в Россию, и осуждения, и какие-то карательные акции в отношении там инакомыслящих или еще каких-то людей не угодно, когда людей просто устраняли или пытались устранить за границей. И было множество журналистских расследований, которые приходили к выводу, что это делали российские спецслужбы. То есть это получается государство спецслужбы. Ты знаешь, что в то время как еще большевики вот создали ЧК, которая потом трансформировалась, развивалась, да, там вот в личном итоге в КГБ. в 50-е годы, и сегодня это стало ФСБ. Так вот, со времен Сталина, тогда, когда Берия был, и после, особенно, смерти Сталина, КГБ пыталась в их власти. И как раз после смерти Сталина им не дали. И, по сути, в 90-е годы, в конце 90-х, в начале нулевых, произошло то, к чему они шли практически сотню лет. То есть, по сути, получается, в России есть спецслужбы, созданные когда-то такими вот технократами-большевиками, и которые, по сути, их учета существовало, а не у власти. Или ты поиначе, иначе как-то смотришь на это? ФСБ это какая-то все-таки структура иная. Нет, я согласен. Это все то же самое, это абсолютно та же самая структура. То есть, ВЧК, ОГПУ, КГБ, ФСБ – это все одна структура. Мало того, они сами себя называют чекистами. Они себя внутри называют чекистами? Да, и то есть, это как я встречал, скажем так, в каких-то частных беседах, то есть, когда меня задержали, пытали и так далее, они об этом говорили, что они чекистами. Мало того, на судьбе даже, когда пришел представитель ФСБ, как представитель потерпевшей стороны на суд к нам, и ему задавались вопросы адвокатами, и был прямой вопрос, считаете ли вы себя чекистом? Он сказал, да, считаю. И то есть, из-за этого, вот, там как раз видеоролик наш начинался надписью «С днем чекиста, ублюдки». Вот признали, что это 282-я статья, что это, в общем, унижение достоинства по признаку принадлежности социальной группе служащей. То есть, вокруг этого там, ну, особенно там адвокаты много говорили, там про экспертизу, там, да, как бы, ну, чекистов вроде как давно нету, но вот, смотрите, ФСБ заявляет, что они считают себя чекистами. Городятся этими. Да, и, собственно, даже что-то такое, если я не ошибаюсь, было вот в интервью нынешнего директора ФСБ, как раз там, по-моему, к столетию создания ЧК. Так что… Ну, вот ты знаешь, что тут у меня назревает вопрос, потому что во всем мире есть государство, во всех государствах есть спецслужбы, так или иначе. Вот. Где-то прошивее, наверное, чем в России, я подозреваю, что китайские спецслужбы или северокорейские будут страшнее, чем российские. Хотя не собираюсь, конечно, тут сравнивать. Вот. Но где-то, может быть, это не так страшно. Я знаю, могу говорить про израильские спецслужбы, я сам из Израиля. Их цель, израильские спецслужбы, это безопасность евреев. Это прописывается, ну, и делается все. То есть они могут следить, применять какие-то недемократические методы, мягко говоря, да, вот, допустим, каким-то палестинским террористам, ну, и так далее. Но все вертится вокруг идеи защиты евреев. И теперь ЧК, которая образовалась сто лет назад, оно создавалось как структура для защиты революции. Ну, мы сейчас не судим на том, насколько действительно она защищала революцию, или она оказалась контрреволюционной. Но у них, как бы, была цель, смысл, и людей, которых туда набирали, Дирижинский, который, кстати, до сих пор висит, портрет его, правильно? Да, да. Так вот, и портрет, и юрист. При этом сам Дирижинский, сам сидел, как бы, в тюрьмах, был революционер, как бы, ну, в царской России сидел в тюрьмах. То есть у них уголовник-террорист, как бы, висит на стенах. Вот, и, ну, он все-таки был идейный коммунист, большевик, фундаменталист такой от марксизма, насколько он усудит по его деятельности. И он, я думаю, искренне верил, что, действительно, они борются за светлое будущее. Вот. Вот. А какая цель тогда сегодня у ФСБ? Давно, как бы, ни социализма, ни коммунизма нет. Защита русских людей, как вот израильские спецслужбы защищают евреев, вряд ли, потому что столько невиновных россиян сидит в тюрьмах, и страдают, как бы, невиновные россияне. Тогда расстается вопрос, как они для себя это оправдывают? Или они для себя не оправдывают? Это чисто по Орвелу терстала власть ради власти. Ну, сейчас, в принципе, опять же, можно провести параллель с ЧК, что, да, она создавалась для защиты революции от контрреволюции. То есть это же была служба, которая как раз и боролась с инакомыслящими и защищала создававшееся государство. И сейчас, в принципе, ФСБ занимается примерно тем же. То есть оно защищает вертикаль власти от всяких инакомыслящих. Это как бы что декларируется. То есть они сами там, я думаю, что многие убеждены, что они там защищают как-то государство, что вот все мы инакомыслящие, мы разваливаем Россию, что мы, значит, там помогаем, не знаю, там американцам, там еще там кому-нибудь вот Россия в кольце врагов и ДТК. Вот. Ну, помимо этого, опять же, есть различные журналистские расследования, но, к сожалению, эта тема трудно доступна. Они также и до всяких различных ресурсов добираются, то есть много контролируют различных денежных потоков. И то есть сейчас вот это вот все срослось и связано. Ну, то есть это вот действительно все пропитано этими. То есть тут как бы и защита вертикали власти, и вот обогащение вот это. Ну, то есть, да, извини, что перебил, но чекисты защищали вертикаль власти, так как считали, что вертикаль власти строят светло будущее коммунизм. Теперь у нас идеологии не существует, и защита власти происходит ради защиты власти, по сути. Потому что какая идеология сегодня есть в России? Русский мир? Ну, насколько там действительно есть идейные русскомирцы? То есть насколько там есть люди, которые действительно искренне верят, не знаю, в идею русского мира? Понятно. Можно сказать. Ну, то есть в контакте с ними чувствуется только вот этот момент власти, да? Не чувствуется то, что у этих людей есть какая-то в голове идеология? Ну, не сказал бы. Но при этом ты писал, что один из силовиков тебе говорил, что, мол, какого тебе адвоката? Ты сейчас на войне, и скажи спасибо, что мы не на Кавказе. То есть они рассматривают это фактически войной. Да, то есть вот когда меня первый раз задерживали, это были сотрудники ФСБ из службы по борьбе с терроризмом. Эти сотрудники, они часто вот ездили на Кавказ в командировки. И то есть это, по-моему, вообще отморозки просто кончить. То есть они там и что рассказывали. Ну, конечно, нельзя там всему их верить, но они на телефонах там демонстрировали. Ну, я так понимаю, в качестве ускорения какие-то там кадры из Кавказа, как они там человека к машине за ногу привязывают и тащат его по дороге. Там отрезанные там головы, еще что-то. И я думаю, что, может быть, они там когда-то были там как-то травмированы всем этим. Поэтому такие, ну, в общем, это просто отморозки кончат. И садисты, и кому-то. Слушай, то, что ты говоришь, привязывали к машине, там отрезаны головы, это же методы одной из запрещенной в России организаций небезызвестной. Да, ну, как бы не знаю, как сейчас, но когда там был разгар противостояния на Кавказе, и, собственно, по-моему, подобные методы с обоих сторон применялись. Ну, смотри, ты вот сам заговорил про пытки. Опять же, вот израильские силовики, спецслужбы, которые я упоминал, они пытают. Причем пытать разрешено официально, законом, в случае так называемых текущих бомб. То есть, когда есть в руках человек, известно, что будет теракт, например, где-то заложена бомба, и нужно вот узнать, где, как, или как ее отключить, или так далее, человека можно пытать. Ну, или известно, что будет какая-то акция, например, там, боевиков, террористов, нужно знать, где, когда они появятся. То есть, вопрос, ну, текущих бомб только. Нельзя пытать человека просто так, нельзя пытать человека, там, ну, чтобы он в чем-то сознался, и так далее. И действительно это соблюдают, так или иначе. Я не оправдываю ни разу пытки. Ты писал, что пытки, не под этим предлогом, это недопускимо. Я полностью согласен. Зрители не подумали, что я оправдываю пытки израильских силовиков. Но я просто говорю, что есть это четкое разговорничение, и пыток только в этих случаях. Ты же пишешь у себя в своих текстах, интервью и так далее жуткие вещи. Ты писал про какого-то националиста из Севера, которому прострелили ногу и заливали туда кислоту. То есть это откровенный садизм уже. Потому что, как пытают, например, израильские спецы. Допустим, это такие пытки, которые... Любая пытка это садизм, но все-таки есть большая разница между тем, что человека садят в неудобную позу и не дают ему спать, лишают его сна. Или, например, влияние звуком. Или, ты знаешь, там всякие... Такие всякие вещи. Вот. Психологическое воздействие. То есть без члена вредительства именно садизма. Но заливать кислоту, прострелить ногу и так далее, это именно садизм. И ты же наверняка читал, что вот знаменитый шоумен от нацизма Тисак, который официально повесился или вскрылся. Вот. Ну, по фотографиям там очевидно было, что его пытали. И вот на базе выходил большой интервью, где там рассказано, что ему гениталии выжгли током фактически. И так далее. Что происходит? Российские силовики садисты, получается, раз им так нравится именно физически людей пытать, мучить? Ну, по всей видимости, какая-то часть из них действительно таковое является. То есть каким-то более таким мягким методом они прибегают, когда нет другого выбора, да? То есть вот я обратил внимание, что в Москве они действительно стараются не оставлять следов. То есть меня непосредственно еще ряд людей, с которыми я общался, пытали током и пытали так, чтобы действительно следов у меня не оставалось. То есть они подключали провода к ногам, потом к голове, но следов никаких нет. А, допустим, где какие-то дела, в которые там правозащитники точно не полезут или в каких-то там других регионах, где там их нету, они там делают все, что угодно. Причем даже, казалось бы, Петербург, вторая столица, но там ФСБшники себя абсолютно никак не связывают вот этим. И несколько лет назад выходил доклад от членов ОНК Яны Теплицкой и Екатерины Косаревской о ряде пыток именно с сотрудниками ФСБ и где были явные следы. То же самое касается вот тех, у кого, как я говорил, не буду там, скорее всего, работать правозащитники, да? То есть вот те же там националисты, которые убивали там иммигрантов. Ну и тем более, когда человек оказал или, в общем, можно сказать, что оказывал какое-то сопротивление при задержании, да, то есть им там ноги уже прострелили, уже как бы там никто там дальше уникать не будет. Ну вот, можно уже, по их мнению, не пытать всякого. Ну, ты считаешь, что пытать никого нельзя, даже там нацистов, националистов и кого угодно? Да, я считаю, что пытать никого нельзя. Потому что, ну, тот же Тесак, известно, да, это человек, который и убивал, и просто на страданиях людей устроил как бы себе имя. Построил вот такой шоумен от насилия и такой вот русской чернухи, такой вот русской хтони. То есть его возводил просто в какой-то вот такой фарс и на этих всех страданиях людей построил себе имя. Но ты ослуждаешь, что есть Тесака в Италии, в том числе. Получается. Да, пытать никого нельзя, я считаю. А с чем это связано? Почему ты считаешь, что пытать нельзя, Леги? Я, как и Игорь Каляпин, глава комитета против пыток, считаю, что пытка – это преступление более страшное, чем убийство, что оно наступает на саму свободу воли человека, и что вообще это недостойно человека пытать кого-либо. Это раз. А второе, если в какой-то части легитеризировать пытки, то велика вероятность, что круг пытаемых будет расширяться. Потому что сейчас, ну, это множество есть примеров, когда начинаем с действительно каких-то преступников, скажем так, убийств, допустим, потом уже под это попадают все остальные. Плюс я был свидетелем, как вообще вот в тюрьмах, лагерях, скажем так, вот делят людей и, то есть, стигматизируют. То есть, вот, допустим, чуть-чуть о теме, но это все связано. Вот есть пресс-хаты, где заключенные, которые заключили контракт с администрацией, значит, там, бьют, пытают как-то издеваться над другими заключенными с какой-то целью. Либо получение показаний, либо еще чего-то. И дело в том, что это-то люди, которые там не работали всю жизнь там в спецслужбах, у них нет вот этого деления на своих учебных. Заводят такого же заключенного. И я так понимаю, что и сотрудники их сами так настраивают, и они сами себя так настраивают. Допустим, заходит человек, у него спрашивают, какая статья. Он говорит, 228-я, это наркотики. Все, он сразу говорит, ага, значит, ты барыга. То есть, вот уже выстраивается этот барьер. Барыга, то есть, уже не человек, то есть, уже можно с ним делать что угодно. Хотя человек, может быть, только употреблял или его подставили. И вот так со многими категориями действует. И вот именно это разделение происходит, чтобы уже людей вписать вот в эту категорию, что, как бы уже тех, кому можно применять какие-то там те же выражения. Смотри, силовик говорил, что ты на войне, и ты говоришь, что многие из них реально считают, что они находятся на какой-то войне. Получается, они находятся на войне со своим же обществом, со своими же гражданами. Но даже на войне соблюдают так называемые правила войны. Это же Невские конвенции, четыре штуки подписанные. В свое время их подписали как раз для того, чтобы не скатиться в терроризм. Чтобы государства, которые воюют, не скатились в банальное уничтожение гражданских избиений. Поэтому эти законы войны о чем говорят? Что нельзя, например, атаковать медпункты, нельзя пытать или как-то атаковать гражданских и так далее. Чтобы война не скатилась в кровавый вихрь, чтобы все-таки были какие-то ограничения. Но тут, с одной стороны, они считают, что они на войне. А с другой стороны, они пытают и любят пытания, как ты говоришь, что там есть много садистов. Получается, они не просто за войну против своего общества гражданского, так они и за такую войну без правил абсолютную. Ну, по поводу правил на войне, мне кажется, у чекистов все-таки другая идеология. То есть у них идеология такая, что цель оправдывает средства, и что против врага любые средства хороши. И как бы на то они спецслужбы, а не рядовые солдаты. Как в России сегодня стать врагом этих людей? Если они говорят, что идет война, то любой человек, ты писал, что любой человек может фактически оказаться по ту сторону баррикад от них. Да, то есть на самом деле тут не обязательно становиться врагом, просто можно оказаться ни в то время, ни в том месте. То есть здесь идет два параллельных процесса. Один – это борьба с, как они считают, идеологическими врагами. А второй процесс – это вот статистика, это палочная система. То есть они просто публикуют какие-то дела, чтобы у них была статистика, раскрываемость, процветала так называемая борьба с террорией. Да, я помню, ты писал, что когда создается центр по брови с терроризмом, то тогда нужен терроризм, раз есть такой центр. Иначе зачем он существует? Конечно. А если терроризма нет, то его нужно найти. То есть это как раз тот момент, когда создается структура, а структура уже создает среду, чтобы оправдать свое существование. То есть вот с этими структурами, не только с антитеррористическими, но, допустим, и с антинаркотическими, большая проблема, что они не заинтересованы, допустим, даже сократить реальное количество преступлений, ну вот если взять антинаркотические эти органы. Потому что если сократятся преступления, то скажут, ну, ребят, вас тут слишком много, надо сокращать штат или вообще упразднять их дело. Поэтому все это поддерживают. И получается, что как и реальные, допустим, какие-то преступления продолжают совершаться, так и фабрикуются какие-то раскрываемости. Ну, причем с темой терроризма как бы все намного сложнее, потому что это такое, ну, редкое, ну, достаточно редкое явление, то есть тут какую-то статистику сложно проводить. Ну, вот если брать аналогию, опять же, с наркотиками, то тут зачастую как бы и сами органы в этом участвуют. Ну, даже не брать это. То есть как идут там огромные потоки всяких там синтетических наркотиков, там распространяются, так они идут. А в тюрьмы попадают зачастую там рядовые потребители или мелкие распространители. Вот и вся, скажем так, эффективность этой системы. Ну, это как у Вика Вечина было в знаменитом фильме «Леон», «Леон-профессионал». Тема наркотиков, когда наркотраговцы и отдел полицейских в борьбе с наркотиками – это практически одно и то же. Ты в прошлом получал небольшую сумму денег, когда ты сидел еще за решеткой от Михаила Тодруковского, и часть этих денег перевел премьерским партизанам. Почему ты считаешь, что их важно поддерживать? Почему ты считаешь, что вообще важно, чтобы именно люди они знали? Ты писал, что во многом твой жест символический, чтобы люди узнали о них, чтобы это попало в СМИ как-то. Почему это важно? Да, дело в том, что эта тема приморских партизан, она затронула такой конфликт между обществом и как раз силовыми органами. И они же не с ровного места начали проводить атаки на представителей полиции. Были причастливы этому какие-то события, которые сподвигли людей на такие вот радикальные действия. Во-первых, этот момент важен. И второе, потом, когда их задержали, начали судить, там и пытки, конечно же, присутствовали, и разные фальсификации, то есть хотели людей упечь на максимальные сроки, желательно пожизненные. И тут, конечно, было важно максимально сделать этот процесс открытым, чтобы все-таки истина была известна, и чтобы причины всего этого стали известны. И тогда как раз шел очередной процесс, потому что у них несколько раз отменяли приговоры, и то есть тогда там на адвокатов требовались деньги. То есть не оценивая даже их действия, я считаю, что все люди во всех делах имеют право на справедливый суд. Тем более такие дела громкие, резонансные, которые какие-то конфликты затративают. Надо, конечно, делать максимально их открытыми и стараться, в общем, сделать так, чтобы сторона защиты обвиняемых тоже была услышана. Поэтому я сделал такой жест. На тот момент, да и сейчас, хотя действительно дело такое громкое, но про него как бы мало известно и мало вся эта тема изучена. То есть во многих СМИ там просто пишут, там, банда приморских партизан, как будто они вот так на ровном месте там взяли и там пошли там атаковать милиционеров. Ну, наверное, ж и сами милиционеры были в этом виноваты, что вот такое началось. И, конечно, надо к таким процессам присматриваться. То есть ты за такое открыто гражданское общество, где в СМИ освещаются любые кейсы, чтобы ничего, даже если это, ну, если действительно речь идет о каких-то вещах, там, убийствах, терроризм и так далее, все равно это не оставалось где-то за кулисами. Да, конечно, я за максимально открытое общество. Скажи, что для тебя все-таки было самое тяжелое? Самое тяжелое, с одной стороны, и с другой стороны, самое страшное за эти почти 10 лет? Ну, наверное, самое страшное все-таки это был вот первые аресты и последовавшие за ним пытки. Так как, когда с этим впервые сталкиваешься, ну, конечно, это страшно. Просто вся твоя реальность переворачивается с ног на голову. Да и, наверное, тяжело так, когда уже не было, потому что, ну, все в дальнейшем, уже все равно как бы ты лишен свободы, и все как-то с этим связано. То есть где-то получше, где-то похуже. А вот именно вот это первое, тем более все как бы проходило очень жестко и неожиданно. И вначале даже было сложно поверить, что это все за правду, что это не чей-то розыгрыш. Да, ну и просто, когда ты оказываешься один на один с вот этой системой, причем системой, которую ты знал, что она нехорошая, вот, но насколько она на самом деле жуткая, я, оказывается, даже и не знал. Вот. Ну, а потом еще достаточно такой тяжелый момент, то есть в СИЗО московском, когда я сидел, ну, там, в принципе, все вокруг примерно в таком же состоянии, то есть там были там арестованы, вот, там, ожидают срока. Ну, и плюс как-то пока еще срока нет, там, в разных там вещах думаешь. Потом, когда срок дают, сразу как бы это невозможно осознать, вот, там, 13 лет. А потом, когда уже привезли в Красноярск, ВК-17, вот этот режимный лагерь, и когда просто смотришь на эти одинаковые робы, когда ты просто стоишь по полчаса на полотцу на этом морозе, и тогда просто осознаешь об этом, что еще 10 лет, вот, сидеть в этом концлагере, ну, да, вот это тоже такой тяжелый момент был. То есть, тяжело не сам быт, а сознание вот, длительности, что это еще все долго будет. Да, длительности, и вот именно этих условий, потому что условия-то тоже по-разному сказываются. И вот там первое время, действительно, каждый день тянулся, как неделя, потому что это бесконечная череда вот этих режимных мероприятий, то есть, там, объем в 5.30, там, зарядка, проверка, это вот, когда полчаса на полотцу стоишь, просто там пока они там весь лагерь там считают, или там кто просто стоишь, там, всякие там смотры там, просмотры там всяких там пропагандистских, там, симовских видеороликов в обязательном порядке там 2 часа в день. Ну, действительно, просто вот у тебя там все расписано. Ты вот сказал слово, которое я не часто слышу по отношению характеристика к чему-то, что система жуткая. Поэтому люди, которые оппозиционные власти в России, которые выходят на протесты и так далее, и так далее, это получается люди, которые просто не понимают, что им противостоит жуткая система, или они настолько бесстрашны и не боятся этого, или какие-то глупые люди. Как же так получается, если система жуткая, но у нас равно столько людей все-таки так или иначе недовольны или бросают вызов? Ну, на самом деле, я думаю, что действительно многие люди недооценивают эту систему. И тут еще вопрос, ну, это, наверное, можно сравнить с кругами ада. То есть, если тебя там просто задержали на митинге, там, привезли в ментовку, это там первый круг. еще там куда-то там второй, третий, вот там дальше уже там будет центр этом, а уже там самый последний это ФСБ. И хотя в ментовку, я несколько раз бывал до этого, вот, ну, это, в общем-то, действительно совсем не страшно, ну, посидишь там в отделе, там, несколько часов, там, ну, даже там с ночевкой, ну, ничего такого страшного не происходит, никто там тебя не бьет, не пытает, даже там один-два раза ударит, ну, как бы сейчас это я уже там не считаю, там, за избиление, ну, как бы, следов не осталось, значит, нормально все. А тут просто получается, я сразу попал вот на последний круг ада, когда просто еще конечно, я просто вообще не мог такого представить, тем более тогда не было меня задержали через 4 дня после 18-летия, то есть вот это 18 лет исполнилось, через 4 дня меня задержали. Просто когда сидишь в машине, у тебя шапка на лицо на тянут, то есть ты ничего не видишь, но понимаешь, что со всех сторон тебя окружают сотрудники, и вот вначале просто избивали, как бы это ну, ну, бьют, ладно, потом, когда током начали пытаться там, на самом деле, я понимаю, что, понятно, сколько это может продолжаться, будет ли этому конец и где-то вообще в итоге окажешься, и тем более вот все эти вещи, о которых я говорил, параллельно говорятся, то есть это видимо у них такая тактика запугивания, то есть они такие пытки и параллельно рассказывают там, что, как они на Кавказе там делали в отношении каких-то других людей, параллельно могут сказать, что они планируют в дальнейшем с тобой делать или делать с твоими обвиняемыми, допустим. много шантажируют для меня шантаж близким, друзьям, родственникам. да. То есть это тот инструмент, который распространен. Да, то есть у меня допустим один обвиняемый, его отец военный, то есть ему непосредственно угрожали, что будут проблемы у его отца, то есть что его уволят и соответственно вся его жизнь пойдет податкласс. Вот, а в моем случае моя сообвиняемая, вот, мы соответственно мы с ней были в отношениях, то есть это тоже были угрозы в отношении моего близкого человека и тоже конечно они этим пользовались. Ее тоже пытали? Да, причем ну вот мы вдвоем в квартире были, меня увезли сразу, она оставалась в квартире. Они там видать просто что под руку попалась вот губилкой с маслом по голове убили и потом даже было зафиксировано зафиксировано сотрясение мозга. То есть вечно пытаются точно так, как и мужчины. то есть в силу того, что для них, для силовиков это так называемый слабый пол и так далее, это не является никакой инвестицией. То есть пытают всех. Ну может быть конечно в меньшей степени и наверное силовики все-таки отличаются между собой, но такие факты присутствуют конечно. и я как бы сейчас в правозащите работаю, да и вообще много общаюсь на такие темы в тех же женских зонах там порой процветают там пытки и насилие ну как бы не сильно отличающиеся от того, что он может видеть. но при этом те, кто пытают это мужчины, то есть большинство же силовиков все-таки мужчины. Ну да, я так понимаю, что и мужчины и женщины. Кстати, вот такой интересный момент, когда меня второй раз уже задерживали среди силовиков точно была женщина, но мне кажется она такая же была, как все эти силовики отморожены, так что тут, я думаю, как и во всех других вещах, как бы, пол не имеет значения, просто вот в силу сложившейся системы, да, большинство силовиков оказывается. Да, имеет значение мундир, как говорится, который на человеке, то есть его функция. Ты сел за решетку, будучи русским националистам, так ведь. А сейчас ты себя тоже к людям с прогрессивными демократическими взглядами, вот, и вот работаешь в правозащите, как ты говоришь. Какой ты видишь Россию, то есть что для тебя важно, чего хотят русские националисты, очевидно. А как сегодня, после десяти лет ты смотришь на эти вещи? для меня, конечно, идеал это бесклассовое общество, это самоуправление, прямая демократия. То есть правительство, какими бы они ни были, я считаю, что они должны быть упразднены в конечном итоге. и что только люди, которые сами решают, как жить и делать, будут счастливы. Конечно, непонятно, когда это может реализоваться, но мы должны к этому идти. То есть сейчас уже существует множество различных проектов каких-то, где люди самоорганизуются именно на этом принципе. То есть самоуправление, горизонтальные связи. И мы знаем примеры в истории, когда на какой-то период были реализованы эти принципы. В той же Испании во время Гражданской войны анархисты самоорганизовывались и вполне успешно. Так что в принципе я считаю, что все это возможно, но конечно людей надо готовить к этому. Потому что в России к сожалению многие люди не представляют как жить без царя и их представления таковы, что надо просто плохого царя поменять на хорошего. Путина, допустим, на Навального. Но я так не считаю. Я считаю, что нам никакого царя не надо. и что люди вполне могут справляться и без царя. Без царей. Как говорится, бей царей, но не лысей. Имеется в виду не становиться как большевики лениным. Одних царей поменяли на других царей, на генсетов. Но ты сам говоришь, что правительства должны быть упразднены. Все те, кто выступают за прямую демократию, создают эти структуры и так далее, по сути, они находятся в состоянии войны с правительствами, они хотят их упразднить. Ведь никто не захочет, чтобы его лишили власти привилегий добровольно. Упразднения не будет каким-то простым, легким. Конечно. Ну, то есть, это опять нас отсылает к тому, что в России происходит война. Ну, то есть, между опять же обществом, людьми и вертикали власти. Да, то, что в России война между обществом и властью, это сейчас просто заметно невооруженным глазом. Я сейчас когда освободился и приехал в Москву, я на самом деле был сильно удивлен тем количеством силовиков, которое сейчас стало, то есть, за 10 лет их количество увеличилось, то есть, сейчас там помимо полиции еще и Росгвардии, проверки на каждом шагу. Вся система вообще создана, чтобы контролировать и наказывать человека. Действительно, Россия просто превратилась в большую зону, то есть, я себя сейчас очень часто ловлю на мысли, что много параллелей с тем, с чем я в зоне сталкивался. То же самое происходит на свободе, скажем так. То есть, фактически, лагеря вышли за границы своих лагерей и, по сути, вся Россия превращается в лагерь. Да, и помимо этого государство пытается пихать свой нос просто уже куда угодно. Каждый год принимается какое-то совершенно безумное количество законов, пытающихся все законтролировать, все запретить, я не знаю, к чему это приведет, до какой поры можно так дальше будет. Ну, ни к чему хорошему уже явно. Это да. Но если у нас получается война, и ты писал о себе, помню, в одном из текстов, что любой человек может оказаться за решеткой или в лагере в России. Даже если он, как ты говоришь, оказался не в том месте и не в то что ты посоветуешь, что самое главное для человека в России, к чему ему нужно себя морально подготовить, если он, не дай бог, пойдет в такую ситуацию, что его могут посадить на очень большой срок, попасть в лагерь. И, естественно, в плане пыток. Что должно быть у человека в голове, как ему нужно к этому подготовиться? Ну, я считаю, что в плане того, чтобы именно морально себя подготовить, человек должен понимать вообще, ради чего он живет, какие у него цели в жизни. И если он знает, ради чего живет, какие у него есть цели, ему, я думаю, будет легче. И к тому же, проходя через какие-то пытки, ломки, унижения, ты знаешь, что ты вообще хочешь в дальнейшем, то тебе это будет легче, потому что ты будешь знать, что рано или поздно это кончится, и ты будешь заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. Помимо этого, нужно понимать, что что бы они не делали, как бы тебя не пытали, не унижали, в твою голову они не залезут. То есть твои убеждения они не смогут отнять. это как бы надо понимать и скажем так отделить оболочку от внутренней сущности и как-то стараться это воспринимать. Понятно, что когда тебя пытают и тебя требуют, зачастую тяжело, конечно, противостоять и порой такие пытки бывают, которые мало кто выдержит. Но все равно что бы не было, этого надо понимать, что жизнь продолжается и в том числе можно уже делать что-то бороться. в Израиле под пытками 97% людей раскалывается, начинают говорить. Не знаю, русские люди отличаются как-то от палестинцев, никакая статистика в России они знают, но подозревают, что тоже очень высокие. это говорит о том, что если начинают пытать, здоровье важнее, надо не стараться, как в фильмах геройски пытаться, держаться. Что ты здесь посоветуешь? Ну, я думаю, здесь во-первых, во время пытки очень тяжело все это взвешивать. Плюсы и минусы. Так что к пытке извини, что выклиниваюсь, но ведь к пытке что-то ведет или пытают просто, могут ворваться и начать пытать. Ну, скажем так, тут по-разному бывает. То есть порой задерживают действительно людей, которые там не участвовали, не делали к чему-то. Ну, допустим, вот дело теракте в питерском Метоле. Там же ряд людей попал на скамью подсудимых просто потому, что проживали в определенной квартире. И естественно, они, наверное, не думали, что когда-либо там пыткам подвергнутся и так далее. Ну, а если все-таки рассуждать об этом, хотя, мне кажется, эти рассуждения сложно будет воплотить на практике, то тут, конечно, надо еще понимать, сопоставлять как-то вообще признание в России любые, это очень плохо от них потом никак не откажешься, они все равно лягу опасного обвинения. И если в отношении себя человек, допустим, может поставить на чашу весов, допустим, здоровье, десятилетний срок, допустим, когда идет речь о других, вот, ну, тут, мне кажется, это нельзя сравнить, да, то есть, если требуется человек дать показания другого, вот, ну, сложно, сложно все это, то есть, причем, если тебя там пытают обычные менты, я допускаю, что еще там можно там как-то все это выдержать, если там PSB там за тебя возьмутся и, не знаю, там, если там в течение часа там не начнут там дверь квартиры или там какого-то места где тебя пытают там осаждать там журналисты и правозащитники мне кажется очень сложно будет противостоять, вот, поэтому тут может быть просто стоит какую-то линию поведения выстраивать такую, чтобы понимаемый дредом это было, да, что хотя бы там на других других людей не оговаривать. Ну, как говорится, просто лучше не знать, если не знаю, что я говорить не можу. Потому что те же палестинцы не перешли к такой тактике, что большинство функционеров партий, активистов или террористических организаций, там, Хамас и так далее, простые рядовые участники ничего не знают и, главное, сами не заинтересованы знать, потому что они знают, что в случае чего израильские силовики будут и пытать, они все расскажут и просто в конечном итоге и им и другим будет этого хуже только. Поэтому, как говорится, меньше знаешь, лучше спишь и совесть потом мучить не будет. то есть героизация вот мол, я под пытками не расскажу, не скажу и так далее, это вам все-таки вредная штука или не вредная? Насколько она обманывает человека или активиста и так далее? Ну, я думаю, конечно, это большинство людей, кто так говорит, они, наверное, все-таки переоценивают свои силы, потому что, ну, в реальности представить, как это будет, невозможно, но, как показывает практика, что большинство действительно раскалывается, то есть те, с кем я говорил, кого встречал, какие читал там приговоры, другие документы, большинство все-таки раскалывается, ну, скажем так, даже не то, что раскалывается, подписывали и говорили то, что они требуют. Слушай, возвращаясь к идеологии, ты садился, как русский националист, и вот ты писал тоже про пытки, вот, про Север и так далее, про писакам упоминали, очень много в России, сейчас это все не на виду, после репрессии, националисты, они все ушли, националисты, нацисты, в том числе, ушли, ну, под это, то, что называется, понизили профиль, то, что называется, то есть, о них не слышно, не видно, но, когда-то их было очень много, почему молодые люди, чем они так популярны, шли в нацисты, и идут в нацисты, на постсоветском пространстве это шире, но давай вот именно про Россию конкретно, ты сам был в этом движении, чем оно так притягивает? Ну, я думаю, что в нулевых тут множество факторов этому способствовало, то есть, началось с того, что и пошел большой приток иммигрантов, и, то есть, люди к этому не привыкли, вот, и сами иммигранты тоже к этой среде не привыкли, то есть, возникали конфликты, естественным образом, вот, помимо этого, экономическая ситуация была не на высшем уровне, и, то есть, определенные политические лидеры начали проталкивать идею, что вот иммигранты отбирают рабочие места русских, коренных жителей. Вот, и волна эта была подхвачена, то есть, было создано множество различных партий, организаций, плюс, я думаю, такую риторику поддерживали, опять же, многие силовики, то есть, известно, там, масса историй, там, как и отпускали, там, заделов, там, таких ребят, которые, не знаю, там, шли, и, как сами силовики, как-то, мы участвовали, поддерживали, и было создано, как бы, допустим, было достаточно музыкальных групп, то есть, вот этот, контент вести тоже распространялся, как бы, на молодежи это очень сильно влияет, то есть, просто в определенный момент это стало и модно, то есть, тут, с одной стороны, какие-то социальные конфликты, с другой стороны, вот эта риторика, что в этом виноваты, вот именно, Канта, непосредственно, и вот эта вот, популяризация всего этого. Что касается непосредственно популярности нацизма, то тут-то вся вот эта, как сказать, ну, в общем, очень привлекательная вся эта эстетика, там, третьего рейха, все там эти, там, пластики, там, орлы, действительно, те, кто это, ну, создавал, я не знаю, либо им повезло, либо они, может быть, как-то разбирались в этом, что притягивает внимание людей, но действительно, это почему-то очень привлекательная эстетика, вот, и молодежь это зацепляла, и потом, да, по нарастающей, просто все распространялось. Но при этом русские нацисты убивали, и очень много людей убили, разве просто за эстетику можно убивать? Наверное, просто помимо эстетики было еще что-то? Ну, конечно, помимо эстетики было много чего, но опять же, насколько известно, по крайней мере, мне, которые в материалы попадались, зачастую, как бывало, то есть, допустим, 10 человек, которые, значит, вдохновлены, заражены этой идеей, находят, допустим, какого-то иммигранта, допустим, непосредственно, участие в его убийстве, понимает, только двое, остальные там стоят рядом, ну, либо там по одному два раза ударят, то есть, нельзя сказать, что прям все эти люди там хотели убивать, да, то есть, они там ходили за компанию, а именно таких вот ребят, которые непосредственно там хотели убивать, их, я думаю, все-таки было намного меньше. То есть, какое-то инициативное меньшинство повязывало кровью остальных фактически, так как они становились причастны. Получается так. Плюс, ты говоришь, что такая ситуация, когда там шестово просто наблюдают, но потом, если у нас среда, которая культивирует это, то типа, чтобы быть мужиком, быть тру, быть настоящим нацистом, то нужно соответствовать, нужно тоже убить и так далее. Да, да, конечно, и такие идеи тоже культивировались. в любом случае, то есть, если есть какая-то идея, ну, надо же какие-то действия предпринимать, и поскольку никаких там других действий не предполагалось, все в это выливалось. если, допустим, вот есть там демократическая идея, допустим, и вот как бы ее реализовывать, какой человек может там в чем-то выходов на митинге, то есть, там, в данном случае, вот, как мог человек реализовывать, ну, надо там, значит, убить там мигрантов, там, или убивать, там. Я тебе объясню, что меня как бы и пугает, и одновременно с этим интересует. Очень, очень тема очень глубокая, на самом деле. Допустим, не секрет, что в Украине есть большой подъем ультраправых, но их подъем естественный был, так как произошла агрессия России на востоке Украины и аннексия Крыма до этого. И война это благоприятная почва для развития ультраправых, так как казалось, что как раз пассионарная ультраправая молодежь готова умирать, вот, массово поехали на восток, записались в вороводческие батальоны, чтобы отстаивать государственность украинскую. Можно сколько угодно говорить о том, насколько там действительно искренне они хотели за Украину воевать, или просто гнались за военным драйвом, и так далее. Это уже то, что в головах у людей, это психологи разбираются. По факту. То есть сначала происходит военная агрессия, а потом проявился батальон, а потом полк Азов, а не наоборот. Был полк Азов, не знал, чем заняться, и потом началась как бы война какая-то. Россию при этом никто не нападал, но в России мы видим, что нацисты всюду, начиная от какого-нибудь Рогозина, который глава Роскосмоса, но при этом который был нацистом, никто не говорит, что он убеждений отказался, он нигде никаких расписок не давал, что он больше не зигомет. Причем не националист, а именно нацист. И глава Роскосмоса. Это и на высоком уровне, и на низком уровне этот, как его, Мельчаков, тоже хорошо известный, который на востоке Украины хвастался тем, как он убивал украинцев и так далее. То есть те нацисты, которых никак, которых не убрали, не почистили, не посадили, как там сборным сделали, которые были кремлевские ручные нацисты, их просто кооптировали внутрь, структур. От таких полевых командиров Родимир Чакова до Рогозиных, там, всех всевозможных, глав всего. И поэтому интересно, как так получается, что опять же, в России, где нет идеологии и где ФСБ главный террорист, так еще оказалось, что и нацисты оказались, по сути, начиная от руля и заканчивая полевыми командирами. Это такой полуриторический вопрос с одной стороны, с другой стороны очень открытый. Это действительно пугает в каком-то смысле. получается не просто государственный террорист, не просто структура террористов, ФСБ, но тут еще и нацизм. Это не только какие-то скинхеды, бонхеды, маргиналы и так далее. Это намного глубже уходит и шире. Да, ну вот именно такой имперский национализм, я думаю, он близок многим и силовикам, и каким-то чиновникам, есть имперское мышление все-таки. Да, несомненно. То есть возвращаясь к ФСБ, то есть вот эта вся линия там от ЧК и так далее, и ниши Советский Союз воспринимает тоже как империю, это все наследнее переплетано, но сейчас это все так переплетается просто каким-то невероятным образом, какого-нибудь там милиционера, скажем так, может там в кабинете висеть портрет Николая Второго и стоять в гюстик Дзержинского. Для них это в порядке вещей. Вот можно вспомнить ту же Наталью Поклонскую, которая была прокурором Крыма. Хватает такого, ну у кого-то там как у нее это прямо там до безумства, ну у кого-то более умеренно, но тем не менее очень многим как я отмечаю эти идеи близки. То есть вот в такой форме национализма, то есть не какой-то антигосударственный антисистемный, а именно такой, он близок. Ну и по сути почему сейчас нет какого-то такого националистического движения в России, потому что националистическую повестку под себя забрало государство. В принципе вот русская идея, русский мир и так далее. И если вспомнить о чем пелось там в 90-х в песнях скинхедов, да, вот я сейчас просто вспоминаю, ты можешь сказать пророческие такие строки там были. Значит слава России, будет новый мир, где правит диктатор народный кумир. Вот лось пожалуйста. Программа выполнена? Да. Ну то есть помимо того, что националистов или с одной стороны репрессировали, приезжали, с другой стороны капкировали в структуры, так еще и выполнили программу по сути их. Да, получается так, то есть в принципе все проблемы решены и врагов нет, и все довольны, да, программа выполнена и собственно нет и почвы, чтобы что-то подобное появлялось. Понятно. Смотри, ты говоришь, что ты работаешь в правозащите сейчас. Напоследок, как правозащитник, кто ты можешь гражданам России посоветовать, какие-то важные вещи, что нужно знать. сегодня гражданскому активисту в Российской Федерации. Что важно знать? Ну, важно знать, конечно, и какие-то основы, скажем так, важно знать свои права хотя бы основные, понимать вообще, потому что многие люди, когда им говорит милиционер, там, сделайте то-то, они делают, потому что милиционер прав, милиционер зачастую не прав, поэтому нужно, конечно, знать свои права хотя бы основные. Помимо этого, обязательно надо знать контакты правозащитных организаций, желательно, конечно, обменяться контактами с каким-то адвокатом, который в случае чего может оказать юридическую помощь. Ну и помимо таких вещей, я считаю, что надо создавать горизонтальные связи, широкие, чтобы люди между собой общались, поддерживали друг друга, чтобы если один человек попал в беду, другие люди его поддержали. И, собственно, из этого и может в последующем родиться как гражданское общество, так и вообще общество в более широком смысле. Потому что когда мы по одному, нас, конечно, легко сломить и заткнуть на морды, но когда нас много и мы поддерживаем между собой крепкие горизонтальные связи, это будет уже сложнее. Конечно, было бы здорово, если бы у нас и с соседями всегда были хорошие отношения, чтобы они знали, что делать, если нашу дверь будет спиливать, не знаю, сотрудники МВД или ФСБ и так далее. Я думаю, вот в каких-то таких направлениях надо думать и действовать тем, кто занимается каким-либо политическим активизмом, и не только политическим. если человек чувствует, что ему угрожают и что-то угрозы явные, насколько все-таки стоит ему уезжать, покинуть страну? Я считаю, что уезжать надо, конечно, в крайнем случае. То есть, если есть большая вероятность или уже заведено уголовное дело, которое предусматривает солидную санкцию. Вот. Ну, допустим, какие-то там административные дела или даже уголовные дела, у которых там санкции до двух лет, но я лично не считаю поводом для того, чтобы уезжать. Потому что я считаю, что, к сожалению, очень много уехало людей за последнее время. Вот. Ну, а если все будут уезжать, то кто здесь будет что-то менять, будет поддерживать даже тех, кто находится в тюрьмах и лагерях. Поэтому, конечно, это нежелательно, но если действительно там уголовное дело и смотрят больше пяти лет на решение свободы, то, конечно, надо уезжать. Вот. Опять же, и за границей можно и поддерживать, и что-то делать для того, чтобы менялась ситуация. В России кто-то много делает, кто-то, к сожалению, уезжает и просто забывает Россию как страшный сон. Россия как страшный сон. Да. Слушай, но мне на самом деле было очень интересно тебя послушать. Я думаю, что зрителям тоже будет важная вещь узнать, еще раз убедиться, что пытки и так далее это не какие-то там рассказы бредни или какие-то там придумки вот, не знаю, госдеповцев, не знаю, саросятка вот там и так далее. Реальность, к сожалению. самая настоящая реальность. Когда, как, знаете, такой французский философ, мыслитель Прудон говорил, что собственность это кража, убийство, рабство это убийство, а пытки это получается убийство личности. Так как ты ведешь себя не так, как ты себя вообще можешь вести, должен вести. Вот, по сути, если развивать его мысли дальше. И это действительно жутко, действительно страшно. А помножено все на то, что мы говорили, империя, имперский какой-то нарратив, нацисты, которые там у власти и так далее, это становится втренье жутко. Имперцы, кагабисты, чекисты у власти. Это действительно страшно. Я только тут буквально пару слов вставлю. Не только граждане России страдают от ФСБ. Известно, что один из архитекторов войны на востоке Украины был называемый Стрелков Игорь Гиркин, который полковник ФСБ. И без него не было бы всего того, что происходит в Донбассе сейчас. Известно, что снайперы и ФСБ поддерживают российских прокси, коллаборантов на востоке, убивают украинцев, украинских солдат и так далее. То есть терроризм и ФСБ выходит, как ты и говорил, за границей России широко, терроризируя своих соседей и не только. Это, к сожалению, да, реальность, в которой, да, надо гражданским активистам быть готовы к этой реальности. Хорошо, если тебе нечем что-то еще добавить, может, нашим зрителям, то будем с тобой прощаться. Спасибо всем, друзья, что были с нами. Мне кажется, что было интересно пишите в комментариях, задавайте вопросы. Уверен, что Иван прочитает, ответит. Ставьте лайки, дизлайки и так далее. Так что всем салют.